С 19 сентября этого года до 30 июня следующего года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше вступают в силу запрет на въезд российских граждан по краткосрочным визам любой кратности с несущественными целями. То есть, если это туризм или отдых. Правило не касается долгосрочных виз категории D, выданных любым государством-членом Шенгенского соглашения. Новое положение устанавливает несколько исключений. Въезд не запрещен преследуемым лицам или по гуманитарным соображениям. Въезд также разрешен для владельцев долгосрочной визы или вида на жительство ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии или государства-члены Шенгенского соглашения. Разрешается въезд членам семей граждан Латвии, супругам, родителям, бабушкам, дедушкам, детям, внукам, а также иждивенцам. Также в страну могут въехать и члены семей граждан Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также работники транспорта, моряки, которым необходимо добраться до места работы на корабле или вернуться с него. Сотрудники российских дипломатических и консульских представителей и члены их семей, дипломатические курьеры и лица, следующие из России в Калининградскую область и обратно, также смогут въехать на территорию страны. Как сообщили в МИД Латвии, распоряжение Кабмина регулирует только въезд, значит, российским артистам и журналистам, уже находящимся на территории нашей страны, уезжать после 19 сентября не придется. Министры иностранных дел Латвии и Литвы подготовили предложение в соответствующие учреждения Европейского союза о включении компании «Российские железные дороги» в список подсанкционных компаний не только в финансовой сфере, но и запретив любое сотрудничество с этой компанией. Об этом пишет netkariga.lv. Издание сообщает, что эта новость была получена из надежных источников, хотя официального ей подтверждения еще нет. Но если вышеупомянутые предложения будут поддержаны, то Латвия ожидает целый ряд крайне негативных последствий в то время, как Россия только выиграет, поскольку через ее порты будут проходить грузы из третьих стран мира, которые станут еще более зависимыми от Российской Федерации. Балтия как транспортный полуостров станет островом в контексте железных дорог, пишет netkariga. Впоследствии данного решения латвийские порты рискуют потерять казахские, узбекистанские, грузинские и другие транзитные потоки. Более того, это уничтожит возможности латвийских компаний переориентироваться с транзита российских товаров на сотрудничество с Азией. Экономический ущерб будет нанесен и Украине, потому что товары из третьих стран, которые сейчас идут в эту страну с перевалкой в странах Балтии, станут недоступны для нее. Другие европейские виды транспорта будут перегружены. Зеленое сырье станет все более недоступным и дорогим. Были ли эти риски оценены латвийским МИДом и, в частности, Ренкевичем, вопрос остается открытым. Нет Каррига ЛВ пишет, что для стран Балтии в результате такого решения возможен рост безработицы и экономические потери для граждан и компаний. Закрытие предприятий и тысячи безработных также могут стать ударом по банковскому сектору из-за невозврата кредитов. Большая же часть портов и железнодорожной инфраструктуры стран Балтии потеряет свое значение. Издание не исключает, что Россия и Беларусь сами могут прекратить любое сотрудничество с Европейским Союзом и, по мнению Найт Каррига, в данном случае не следует бежать впереди паровоза и оставить возможность трансграничного технического сотрудничества с российской железной дорогой. Бессрочная забастовка работников образования отменена. Об этом учителя Дагу Плоса узнали вечером 16 сентября. Профсоюз сообщил, что ему удалось достичь компромиссы с правительством. В итоге с 1 сентября следующего года планируется перевести учителей на 36-часовую рабочую неделю. Ранее планировала 40 часов. А минимальная ставка брутозарплаты для учителей будет увеличена с 900 до 1080 евро. А воспитатели дошкольных учреждений заработная оплата вырастет до 1070 евро. Но если участники двухсторонних переговоров с собой довольны, то договорные учителя испытывают глубокое разочарование. В выражениях не стесняются и считают, что ими просто воспользовались. Ведь цели забастовки были несколько иными. Никакого достижения на сегодняшний день видно нет. И это очень обидно, потому что достаточно скользко, непонятно объяснение, почему запретили учителям показывать то, за что мы боремся. Действительно показать и открыто говорить о тех проблемах, которые на сегодняшний день достаточно остро стоят. Когда я начинала работать, стаж у меня больше 30 лет, то нагрузка была 18 часов. Это то, когда ты очень спокойно, профессионально подходил к подготовке уроков. Ты мог действительно выложиться так, как требовало это. И наша система обучения была достаточно высокопрофессиональной. На сегодняшний день нагрузка в 30 часов, а планируется добавить еще 6. При обозначенной сумме выходит так, что мы даже начинаем проигрывать. И это очень обидно за то, что наша профессия не настолько престижна оказалась, насколько хотелось бы, чтобы мы, как, наверное, первые проходцы, которые дают знания, дают уверенность ученикам, ребятам в жизни, мы оказались не у дел. Я считаю, что нас просто использовали и манипулировали нами, как вот именно большой частью, ну, так скажем, то есть педагоги — это люди, которые на крайние меры идут тогда, когда уже совсем невыносимые условия труда, и, ну, невозможно прожить на ту зарплату. Только в этих случаях учитель идет на забастовку. И тут учителя принимали решение идти на забастовку от того, что просто уже от бессилия. От бессилия реформы, от бессилия того, что нету программ. Не программ, а материалов для программ. То есть мы работаем без учебников. Это же все сказывается на нашем времени. Мы готовимся более тщательно к урокам. Больше времени уходит на подготовки к занятиям. У меня к профсоюзу уже нет никаких вопросов. Я уже поняла, что защищать нас никто не будет. С настороженностью к подобного рода компромиссам относятся и директора учебных заведений. Достигнутое соглашение между Кабмином и профсоюзом побед они не считают, прекрасно понимая, что очень скоро школа накроет новая волна дефицита преподавательского состава. И переход на 36-часовую неделю только усугубляет проблему. Согласно нормативным актам, у учителей контактными могут быть только 26 часов, а для проведения полноцепного учебного процесса необходимо 28. То есть придется искать новых учителей, которые были бы готовы работать по 2-4 часа в день. А вот найдут ли – это большой вопрос. Правительство, министерство, они предложили нам полумеры. Потому что для решения тех проблем, которые накопились в сфере образования, нужны радикальные изменения и совершенно иной подход к финансированию системы образования. Потому что на данный момент сохраняются отличия, например, работы городских больших школ и сельских школ, отличия в оплате труда учителей, педагогов дошкольного образования и высшего образования. Поэтому для того, чтобы что-то поменялось, не хватает каких-то косметических поправок. Нужна действительно экспертная работа, работа специалистов, которые предложат Латвии нашему образованию совершенно иные подходы к организации системы образования. Бессрочная забастовка – это уже история. И, как говорят сами учителя, это история упущенных возможностей. Закупочная процедура, объявленная самоуправлением ТАГУ, на разработку проектной документации по сносу двух памятников, находящихся в городе, прославляющих советский режим, закончилась без результата. Отдел централизованных закупок не получил ни одного финансового предложения от потенциальных дезиндентов. Речь идет о скульптурной композиции, расположенной в сквере Славы, и Стелли, которая находится напротив Братского кладбища на улице 18 Новомбра. Напомним, согласно поправкам к закону, самоуправление Латвии до 15 ноября должно демонтировать 69 памятников советским воинам, установленные на их территории. В законе также сказано о том, что демонтаж объектов финансируется преимущественно за счет средств, ожертвованных на эти цели физическими и юридическими лицами. Оставшиеся расходы в равной степени между собой делят государство и самоуправление. По предварительным подсчетам, снос двух памятников в Дагополсе обойдется в 300 тысяч евро. Для всех пожертвований предназначен единый счет, который указан на домашней странице самоуправления Дагополс.лв. При перечислении платежа в графе Макса и Меркис необходимо отметить пеменниклю демонтажей. Новая автозаправочная станция на Эспланаде возле футбольного стадиона построена не будет. Департамент строительства планирования Дагополса, основываясь на результатах общественного обсуждения и мнение жителей города, приняло решение отказать выдачу разрешения на строительство еще одной АЗС в городе. В ходе опроса самоуправление получило более 600 анкет от жителей. Большинство негативно отнеслись к реализации данного проекта. Опрос проходил с 13 июня по 13 июля, и у Дагополчан была возможность принять участие в общественном обсуждении и выразить свое мнение по поводу проекта строительства новой автозаправочной станции автомойки на улице Спорта, 8А. Но уже тогда было понятно, что жители близлежащего жилого массива категорически против появления такого объекта, о чем они письменно уведомили и самоуправление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова